привет народ с вами варчик в этом видео поговорим про прожета 46 очередной имбовый премиумный танк который таким уже не является у многих все чаще и чаще можно в ангаре встречать прожета который стоит без оборудования и покрывается слоем пыли почему так происходит ведь недавно буквально годик или два назад можно было спокойно на нем кататься в свое удовольствие и вообще без особого напряга быть всегда в топе по всем показателям вывозить тонны серебра и при этом ноль напряга танк чисто для отдыха на нем напрягаться невозможно он удобный приятный нормально ездит на нем действительно удобно находиться в бою при этом урон набивается сам по себе за счет удобного барабана снарядники сами всегда заряжаются стреляешь столько сколько позволяют в рай и и просто аккуратно катаешься и тупо стреляешь с аккуратных удобных безопасных позиций танк крайне простой если умеешь играть в танк поддержки да у него единственный наверно минус то что он не бронированный ну и по сути все там еще есть по мелочи медленно летящий снаряд ну и в целом он не прям гипер быстрый просто нормально ездит но уже в то время когда я на нем нагибал делал гайдики видосики обзорчики набивал на нем три отметки как только он появился уже сразу было очевидно я про это говорил что рано или поздно этот танк уйдет в мусорку где он в принципе сейчас и находится у него сейчас такой переходной период когда он пик своей силы прошел и начинает спускаться вниз уже дошел до середины и дальше он будет уходить только в минуса со временем про этот танк забудут вообще и в рандоме его не будет да и уже сейчас в рандоме в основном на других прям танках играют теперь же я расскажу почему так происходит если про же то 46 играет против семерок или против шестерок более-менее все нормально ведь в основном прям танки добавляются на 8 уровень и туда они завозятся прямо вагонами такое ощущение что конвейер не останавливаются днями и ночами у картошки прям танки штампуют круглосуточно но каждый следующий прям танк в чем-то лучше чем про же то если перечислить одни из самых последних прям танков из самых новых то все в чем-то лучше или в целом сильнее чем про же то есть 75 тс т-77 ренегат бураск сома см химера cs52 лис объект 703 это те прям танки которые смотрятся явно солиднее чем про же то еще есть пачка прям танков которые на уровне про же то и остальные прям танки на которых вообще никто не играет их просто нет в рандоме а если обратить свое внимание на то на чем играют сейчас на восьмом уровне то можно заметить что в каждом бою в основном все прям танками обмазано а если мы попадаемся вниз списка то там тоже есть танки за гк танки за лбз акционные и там тоже стало намного все жестче вот и получается что то место где прожата может себя нормально чувствовать это только внизу списка даже со своими одноклассниками на восьмом левеле он уже чувствует себя плохо поскольку никто не играет на устаревшем мусоре старые прям танки они уже все забыты все играют в основном на новых на имбовых на сильных судьба всех прям танков особенно те которые не сильно выделяются очевидно они превращаются в мусор а переплюнуть прожата 46 довольно таки не сложно у него просто нормальная скорость обычная среднее пробитие на восьмом левеле обычная альфа 240 но у него нет особо минусов он во всем просто хорош и чтобы его переплюнуть нужно сделать такой же танк но в одном параметре в каком-нибудь добавить очень жесткую цифру допустим есть много танков на восьмом левеле премиумных у которых намного больше пробития чем 212 намного больше альфа чем 240 еще и при этом есть броня они еще и ездят вот и получается что все новые прям танки по разным параметрам лучше чем прожета и прожета пора на покой как это все исправить довольно таки просто нужно не покупать новые прям танки но у танкистов так не бывает если где-то что-то добавили новенькое сразу нужно выезжать за этим и получать эту награду даже если она за бабки поэтому это судьба всех прям танков рано или поздно отправляться на помойку потому что новые всегда в чем-то получше и играть на удобном приятном танки поддержки в рандоме где все быстрые бронированные бои по две минуты довольно таки сложно поскольку тебе нужно место тебе нужно пространство тебе нужно маневрировать мансовать по карте двигаться перемещаться разводить врагов объезжать их а карты у нас мусорные коридорные прямолинейные как затычки особо никуда не разъедешься и бои очень быстрые на прожета сыграть хорошо против быстрых бронированных и с более мощными пушками танков с очень сложно поэтому такой танк сейчас не подходит а вот быстрые танки с лобовой броней и классная пушка сейчас в самый раз какой-нибудь объект 703 или ренегат что-нибудь в этом духе подходит для игры намного лучше а старые интересные ватные стэшки на которых прикольно было играть очень большой промежуток времени сейчас они не нужны вообще сейчас если брать стэшку то лучше уже какую-нибудь лесу поскольку там можно и бортиком потанковать и от башенки что-то поделать и в целом там побольше альфа и скорость с вами был арчик играть красиво всем пока а